Мотор! Отлично! Мы проебали две минуты, подожди. Мы хотели сказать, да... А ты типа допил первый? Я как бы допил. А теперь сразу второй. Давай, второй кустакан. Ну конечно, да. А корабель там алкогольный. Живет пекилу просто. Это как, знаешь, Лена Плеснякова мне однажды сказала. Представляешь? Я её обожаю. А ты знал, как она меня обожает? Шучу. Она сказала, говорит, Бобу вообще уникально, а он же не пьет. Я говорю, конечно. Она говорит, он может и стакан взять, и с этим стаканом есть вечер ходить. Ну все, пойди, пусть снимают с этим стаканом, ощущаешь алкоголь, блин. Я говорю, да, это удивительное качество, в качестве человека попадать в кадры. Знаешь, однажды я работал в одной конторе, очень смешной, дядя Коля, раздох, пришел, такой стоял, стоял, разговаривал, всем было похоже, чтобы разговаривал. Потом, значит, резко он берет стакан с шампанским, и штук десять камер, как будто, знаешь, это лев ебет львицу, блин. Опа, сразу не пропустить момент. Он такой, ахахаха, нельзя поставить на стол. Это было еще смешнее, они точно так же рассосались. Так духи, знаешь, в фильме, раз. Я тебе могу сказать, что то, что касается вот прессы, да и вообще вот этой вот, во всей этой херни, возни этой, это, честно говоря, меня вообще поражает, на самом-то деле. Я думаю, неужели это интересно? Вот я не понимаю вот это, вот мне объясни, пожалуйста, насколько я тебе могу сказать. Рассказывай. Я не понимаю. Значит, данный вид связи, которым вы сейчас пользуетесь, включив ваши замечательные компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны, включает в себя только две опции. Это реалити и желание всех сторон, присутствующих здесь, снимающих, желание сделать просто интересную беседу. Беседу сделать интереснее, как можно ближе ее, ну скажем, там, расположить к нему натуральное. То есть, понимаешь, да? То есть, вот мы сейчас сидим, у нас ни сценарий, ни бумажек, мы с тобой не обсуждали, о чем мы будем говорить. То есть, мы даже говорим, что если вы хотите, будет зелок, который захотел. Да. Вы можете положить ее здесь, если не хотите, пусть она лежит здесь. Ну, например. То есть, это говорит о том, что мы снимаем реалити, мы снимаем историю. Мы не снимаем напыщенные кадры, их вполне в жизни хватает. Но есть другая сторона медали, молчать, блядь, есть другая сторона медали, которая называется «Люди». И одни люди, блядь, и одни люди, блядь, думать, что другим людям это интересно, блядь. И этим людям, блядь, оказывается это интересно только потому, что, блядь, больше нечего смотреть, блядь. У них нет альтернативы, как в нашем канале «Старшонки» видны. У нас угорает режиссер, он не курит траву, и он не бухал сегодня это шо за рулем. Он угорает. Он просто угорает. Потому что ему безумно нравится наше шоу. Наше шоу, потому что если бы камера повернулась туда, они бы увидели, что в нем пропал актер, который сыграл однажды Буратино. И он в него длинный до сих пор. Только для того, чтобы, блядь, нажимать кнопку «Шифт», блядь. Потому что другой уходит, вон тебе камеру. Я, значит, приехал к Пугачеву, я должен тебе это рассказать. Я туда приехал, и мы с ней проговорили три часа. Я вам сказал, вы знаете… Место десяти минут. Место десяти минут. Это ты забыл сказать? Да, я забыл. Это ты забыл сказать. Это же было написано в роли у тебя. Ты забыл просто. Ты же сказал, что эта роль не может звучать. Мы тебе подсказывали. И я скажу, что мы проговорили три часа, и это была очень хорошая теплая дружеская беседа. И потом она сказала, что, говорит, мне нравится эта идея, и я хочу им Володе Бресенькову. Давайте я вас познакомлю с Володей. Мы с Володей познакомились. Я тебе расскажу, как мы знакомились с ним. Мы с Володей познакомились, и мы решили, кто кого перепьет. Потому что Володя сказал, что, говорит, я крутой, это Свердловский пацан. Я перепью, я говорю, а я сибиряк. Я говорю, я вообще, говорю, бьюсь девяти лет, а курюсь семи. Понимаешь, поэтому я говорю, кто там? Он говорит, а я там. Я говорю, ну хорошо, давай. И мы с ним набрали коньячищу, там, гору. Вот так ставили стакан, и здесь сидели у нас судьи. И мы наливали, значит, нам наливали по стакану, и мы так вот без закуси совершенно просто вливали в себя по стакану до дна. И потом... Ну, в общем, да. Коньяк, по-моему, праздничный. Праздничный, да, называется. Вот такой кремлевский коньяк, правильный, совершенно наш. Советский, но очень правильный. По-моему, праздничный советский, сейчас помню. 2011 год? Нет, это тогда было. А тогда был? В 93-м году. А тогда вот праздничный коньяк очень котировал. Еще из Закрамов. Да, из Закрамов. И вот так мы пили, 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 и я в той ситуации победил. Так что, хотя у меня как бы вес... А ты победил то, что ты первый нажрался и устоял? Нет, я первый, я устоял. А, устоял. Да, да, да. Ну, потому что Володя уже сказал, что все, и они поехали отдыхать, а я это со мной. Я просто думаю, что это вообще не свой гоняк. И в этот момент, слышь, и со мной говоришь, она такая, пиу, по голове какую-нибудь. И мы нахуй испарились, она такая, а тебе оглава. В Москве плюс два-три ночи заморозки, невозможно голове будет. А в деревне гадюки на гадюки. А в деревне гадюки на гадюки. Гадюки, блядь. Слушай, я, знаешь, вот как бы сейчас очень дико нравится все, потому что мы с тобой нагрелись уже, да? Ну, как это, как огоньчики Формулу-1 погрелишь. Да, историю пишите мне. Да. Нормально. Это было за кадром. За кадром, да. А ты знаешь, что если муза в кадре, то за кадром. Грибочки. Очень вкусно. Иначе уходы. Вот так вот. Вы удивительно. Это как прям по сценарию, да? Да. А мне написано. Подать салфетку. Как это написано? Ну, как вы? Ну, вот здесь. Слушай, где-то читаешь в каком-то месте, где я не вижу, что написано. По-другому измерите. Знаешь, вот вся история съемок проектов, особенно всегда заказываем, да? Да. Сколько раз я куда бы ни приезжал там, ну, будем говорить честно, там есть у меня люди, которые снимают все кино. Сколько бы я ни приезжал на съемочную площадку, кроме, значит, либо вот это в кресле утопленное тело режиссера, которому вообще уже либо все идет как надо, или он уже пятые сутки не спит, вот что-то такое. Либо это происходит, знаешь, такой экспресс-метод Илона Давыдова, блядь, по изучению русского мининормативного языка. То есть человек, то есть он помимо того, что орет матом, он еще думает, блядь, доходчиво, недоходчиво, что-то не звучу там или еще что-то. То есть вот это все, блядь. Почему кино, несмотря на то, что вот, понимаешь, надо снимать не то, что в кадре, а надо, чтобы те актеры, которые рули в кадре, снимали то, что за кадром. Это было бы интересно, смешнее. Вот, предположим, у каждого режиссера есть свои какие-то определенные, да, стопроцентные методы воздействия на мозг, блядь, и его составляющие в человека. Вот у тебя есть такие выражения, ну, которые сто процентов работают, даже если ты, ну, предположим, пришел в палатку, там, попросил шоколадку, блядь, нормально я говорю? А тебе дали шоколадку немножко на другую, и ты говоришь, так, ничего, что она, блядь, это, а мне девушке ее, она говорит, вот, сюда песнорёнка, а лёгка попала мне ногу, бьётся. Он говорит, ну, он же внутри, сверху же не видно, а ты говоришь, ну, ты все равно, как бы, замени. Он говорит, я тебе ничего не буду менять, потому что я тебе дал нормальную, это ты сломал. То есть ты понимаешь, да. Ты уже это услышать? Хочу услышать, да. Ну, ты, как бы, я понимаю, с одной стороны, ты такой, отходишь такой, это случай был и Женя, достает такую чеку, выдергиваешь, ну, тогда логи, блядь. Бигаешь, и такой немножко гри, блядь, со всеми вытекающими последствиями, да, то есть ты уже так, красивый взрыв. Ну, наверное, скорее всего, да. Второй вариант, это по мне, может быть, в голове, конечно. Нет, есть же режиссёры, которые тихо говорят, специально, чтобы для них слушать. Нет, я не говорю тихо. Ну, ты, вот, я же вообще похож на очень доброго старичка. Ты посмотри на меня, да, такой вот лысенький, такой дядя, да, такой очень обаятельный, да. И люди не могут катастрофически поверить, что я могу орать, топать ногами, бить. Биздить, блять, вот так вот, да. А у меня, а я бешен совершенно, потому что я… По кличке бешеный. Бешеный, да. Я говорю им, вы знаете, я собираюсь в съёмочную группу, я говорю, я приношу свои глубочайшие извинения, потому что завтра выйти на съёмочную площадку, во-первых, я дико матерюсь, я дико матерюсь. Я говорю, вы понимаете, дело в том, что съёмочный процесс, это как сложное для меня, для меня, по крайней мере, это точно. Особенно, если ты снимаешь что-то, я говорю, это как операция на сердце. Ну, нельзя, блять, сказать медсестре, будьте любезны, Нина Павловна, подайте мне, пожалуйста, скальпель номер три и ватку номер восемь, понимаешь, там, или тампон номер восемь, там, как это у них называется, да, там, говорят быстро, там, та-та-та. И люди обижаться начинают, они думают, что это я лично к ним так, потому что я говорю, ничего вообще лишнего нет. И личного тоже. Да, и личного, да, нет, я говорю, я после этого самого, я, я говорю, после каждого съёмочного дня готов целовать вам руки, на которые вы сходили. Но при всём при этом, я говорю, вы понимаете, но во время процесса, да, я разговариваю так, как удобно мне, и я скажу, ну, к сожалению, очень, в большом усилении ветра. Да, 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 усиление ветра. Я скажу так, что, к сожалению, самым, вот, мной проверим, самым большим стимулятором в процессе тротику является русский манк. Ничего личного, я реклама. Ничего. Плечи.